Погнали? Да, привет, друзья! Это Михаил Веган. Добро пожаловать в эту мою кухню. Здесь я готовлю очень вкусную и даже иногда полезную пищу, но не сегодня. А сегодня, как и прежде, я не собираюсь учить вас готовить. Просто хочу поделиться идеей приготовления одного очень интересного и вкусного, на мой взгляд, блюда. Это рулетики из баклажанов. У него есть несколько плюсов, есть несколько минусов. И прежде, чем мы начнем готовить, вы можете для себя заранее поделиться, будет ли этот рецепт для вас интересен. Во-первых, рулетики из баклажанов это быстро, легко, просто и доступно. Ну и, конечно же, вкусно. Вот, допустим, пять. Есть минусы. Это жирно. Все ваши соседи будут знать, что вы готовите что-то чесночное. Будет очень много дыма, скорее всего, появится. По крайней мере, у меня так появляется. Ну и на этом, пожалуй, все. Из ингредиентов нам потребуются баклажаны, свежий чеснок и тофу. Это основное. Также нам потребуется растительное масло, соль, специи, которые вы любите. Я буду добавить еще конжут. Лучше всего убирать длинные баклажаны, если нет, но используйте какие есть. Не обязательно красивые. Главное, чтобы они были более-менее прямые. Вот завитушечные, искривленные вряд ли подойдут. Мы сейчас будем нарезать этот баклажан вот такими продольными полосками. И здесь важно, чтобы они не были слишком тонкими и не были слишком толстыми. Существуют разные мнения по поводу горечи баклажанов и разные способы, как от этой горечи избавиться. Но самые распространенные, самые универсальные – это замочить уже нарезанные заранее баклажаны в растворе соли на 10-15 минут. И, как утверждают многие, что горечь из баклажанов уходит. Есть противники этой теории, они руководствуются ленью. Ну, типа, просто мне лень как-то возиться с баклажанами, замачивать их и так далее. Просто, если не лень, то лучше это сделать. Если лень, можно и не париться. Итак, нарезанные полоски из баклажанов толщиной около пола сантиметра я замачиваю на 10-15 минут в этой соленой воде. Сверху придавил огромным баклажанам, чтобы они именно в воде находились и не торчали. И пока займусь предподготовкой моего тофу. Я собираюсь нарезать этот тофу брусочками шириной равной баклажану. Ну, так получается, что весь этот брусок практически одинаков с шириной баклажана. Поэтому заморачиваться не придется очень сильно. Итак, тофу нарезан, что далее? А далее выжимаем чеснок. Чеснок, смотри ко мне, это чесноковая выжималка. Тофу нарезан, теперь его необходимо немного замариновать. Для этого выжимаем чеснок в какую-нибудь большую емкость, для того, чтобы позднее добавить сюда растительное масло и специи, которые вам больше всего нравятся. В моей миске я смешал свежевыдавленный чеснок, добавил сюда хлопья, чили перца и зерна кунжута. Также залил все это растительным маслом. Теперь брусочки из тофу помещаю во все вот это жирное и чесночное. И легонечко, слегка перемешиваю, потому что тофу очень нежно и ломается. И даю всем этим ароматам смешаться, перемешаться. Теперь настал черед тофу впитывать ароматы чеснока и специи в этом масле. А я уже готов к тому, чтобы приступить обжарить вот эти ломтики баклажана на сковороде с добавлением масла. Баклажаны впитывают масло, как губка. Это всем известный факт. Аромат здесь появляется такой, что хочется открыть на растопашку все окна, включить вытяжку и убежать. Из дома вон. Это прекрасно, если у вас дома есть бумажные салфетки. Можете положить на них свои обжаренные баклажаны, для того, чтобы дать спечь лишнему маслу, лишнему жиру. А теперь мы можем приступить к заворачиванию рулетиков. Для этого берем брусочек замаринованного тофу и очень легко и просто, понятно даже детям, заворачиваем в рулет. Блюдо готово. Чем тоньше порезаны баклажаны, тем легче они заворачиваются. Очень нежные, очень маслянистые. Я заворачиваю, у меня урчит живот, потому что я очень хочу уже начать их пробовать. Это выглядит вкусно, это пахнет вкусно. Это очень простая, вкусная и красивая закуска. Я думаю, что она может украсить любой праздничный стол, и вы можете порадовать и себя, и своих близких. Баклажаны очень нежные, очень пикантный тофу. Можно подавать с каким-нибудь соусом. Мне нравится томатный, но это сама по себе закуска может играть без какого-либо дополнения. Она сама по себе вкусная. Ее можно как горячее, так холоднее. Это очень вкусно. Я не знаю, что вам сказать более. Просто пробуйте, просто этим наслаждайтесь. Если вам понравился этот рецепт, эта идея, не забудьте поставить мне тысячу лайков. Подписывайтесь на канал, а также мои различные соцсети, группа ВКонтакте и Инстаграм. Ну и до новых встреч, друзья. Пока-пока. Про соусом вообще классно.